Прошу прощения, у меня горло уже очень сильно болит, но я не могу оторваться от всего вот этого, что мы изучаем. Говорю, да вот уже оно близко-близко, оно все интереснее, да интереснее, ты понимаешь, что же вы люди-то такое творите. Вышел Карл Брхуш, расставил все на место, все в порядке, спасибо. Слушайте, ребят, пока что мы знаем, мы вообще не понимаем, как связаны Павиану с Луной, потому что мы никогда не жили рядом с Павианами, мы не знаем, как они там на Луну воют. Может быть они как волки воют, или там, не знаю, трах, господи, в этот момент времени, понимаешь. Ибисы в этот период времени, может там кричат, и человек должен там 7 дней прожить, когда там коты орут, тут Павианы орут, там эти орут, бог его знает. Но вокруг нас жили животные, которые были нам очень по-домашнему, мы к ним относились. Сейчас вокруг кто? Собаки. Нами кто управляют? Коты. А раньше, видите, как все было наоборот, головные уборы, которые очень важны, как мы знаем, может быть. Поскольку тот был летописцем, на некоторых изображениях у него на голове был полумесяц. Вот какая связь. Ну, вы летописец? Да. Держите, 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 это ваш полумесяц. Вы теперь будете, значит, отождествляться с полумесяцем. А почему? Я летописец. А вот потому что. Потому что ты, у тебя там, почему, почему, поскольку, где связь вообще? Поскольку ты у нас, значит, переписываешь книги, да, будешь ассоциироваться, значит, либо с половым органом, либо с муравьедом, либо с полумесяцем. Выбирай, больше не осталось. Полумесяц. Ну, хорошо. На других изображениях он носил корону, не простую, ребят, корону, а корону хем-хемет. Хем-хемет. Ритуальная, древнегреческая корона, извините, корзина. Хемет состоит из трех корон АТФ, каждая из которых раскрашена разноцветными полосами желтого, зеленого, синего. Подожди. Состоит из трех корон. Раз, два, три, раз, два, три. Каждая из которых раскрашена разноцветными полосками желтого, красного цвета с обоих сторон Хемхемет увенчана. Что это такое? Просто, видите, мы опять столкнулись с какой-то троицей здесь, ребят мои. Если речь идет об уме, о чем это речь вообще? Что это такое? Сила ума. Там, гляньте, еще интересно, что, подождите. Там, когда Хемхемет идет, гляньте, здесь идет мозг человека показан, гляньте. Гляньте. Мозг идет туда. Что это такое? Может быть, это наше воображение? Три силы, которые участвуют в его изображении? На ней еще кобра, рога, солнце и прочее. Как у Бога, который считал годы и время вообще, на некоторых изображениях у него на голове был полумесяц и диск. Господи, да то есть, этот несчастный летописец. Значит, вы будете носить на головах полумесяц. Все. Вы кто? Летописец. А у тебя будет корону, будешь носить. И еще туда кобру привяжи. Рога прочее. Прот не надо. Будешь. Значит, и еще на голову оденете полумесяц и диск. Он. Кто он? Полумесяц и диск. Был воплощением одного из вариантов богов Инн. Хера. О, Хер. И Шу. Мы уже тут знаем, что это вообще Шу. Поэтому на части изображений у него на голове были короны этих богов. На некоторых изображениях тот носил двойную корону юга и севера. Подожди, так тут много еще. Хм. Слушайте, интересно. А как так получилось, что мы... Мне показалось, что уже заканчиваем. Гляньте, какая красота. Да? Это происхождение нашего ума. Происхождение силы человека. Согласно старой легенде, тот был сыном бога гора. Бог неба и солнца в облике сокола. Человека с головой сокола или крылатого солнца. Может быть, это город Агермес. Семя которого попало в тело бога Сета с помощью листьев салата. Мама моя дорогая. Давайте, ребята, сегодня закончим это. Потому что попадание в тело брата, семя брата, с помощью листьев салата, может прийти вот просто исключительно в голову какого-то тупого идиота, как, например, шампиньона в 1832 году, который приехал, чтобы все это дело перевести. Понимаете? Что это такое? То есть мы настолько, господи, прости, мы настолько вот вообще не понимаем, о чем речь, но при этом зубодробительно продолжаем переводить книги, которые мы не понимаем вообще о чем. И это приводит к тому, что когда мы в нашем переводе, вдруг какой-то бог тот, который был сыном бога Гора, вдруг у нас в тексте появляется семя мужское, да? Которое там попадает в тело бога Сета с помощью листьев салата. Да, ребята мои, мы тут что вообще? Мы реально настолько плохие или что вообще? То есть нам правда в голову не приходит сказать, что может быть это просто тупой перевод? Что это за бред вообще? Мы же, мы реально, то есть есть люди, которые это изучают в школах? Петров, тяните билет. Расскажите про Тота. Значит, древнеегипетский бог Тот, ни хрена не понятно, все очень застойно, все просто пипец. Ездил на певиане и, значит, поклонялись все там, зайцев вытеснил. Вот. И главное, давай, тот был сыном бога Гора, семя, которое попало в тело бога. Сейчас, сейчас, ну, 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 давай, 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 а ну-ка, сейчас я тебя погоняю. Бога какого? Сета. А, хорошо. Семя попало в мужика. И при помощи, а теперь вопрос, сейчас, а при помощи чего? О, при помощи речки, морковки, нет, 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 дилда огромного, нет, 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 при помощи, нет, 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 так, 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 чего? Думай, думай, ага, сейчас я тебя погоняю по, по, значит, египтологии. Ах, ты ж, ты что там, значит, чем ты занимался? Ты что, не знаешь, что это листья салата? Вон, два тебе, листья салата. Вот, семя, это семя проросло, то есть, куда засунули сету листья салата, в которых закрутили семя, и почему там что-то проросло, в результате чего родился тот, который вышел из сета через его лоб. Да, то есть, весьма возможно, под словом происхождение, и все, что мы тут вот это вот читаем, не является это просто описанием, там, не знаю, там, там, внутриутробного развития мозга человека. Что мы, вышел из сета, есть другая версия, да, господи, спасибо большое, что же вы молчали, где тут районовцы, где, давай, вы рассказывайте, давай. Какая же, какая же другая версия? Есть другая версия, вот, хорошо, согласно которой Сет вынул из своего лба золотой серп. И молот, а из задницы молот, в виде листья салата, который тот у него отнял и положил на свою голову, как украшение. Петров, тяни билет, ну, давай, ага, читай. Описать, что Сет вытащил из своего лба. Ага, хорошо, сейчас я тебя погоняю. Это ж как раз вот из происхождения Тота. Ну, давай, рассказывай. Значит, есть это то, что вы мне сейчас спрашиваете. Это другая легенда. Вторая версия легенды происхождения Тота. Угу, ты смотри, ты подготовился. Первая версия происхождения, когда семя бога гора завернули в салат и вставили по самые помидоры в Сета. Это версия одна. Ах ты ж, зараза, ты что, читал, правда, да, мои вот эти наркома, мои философские труды или что? Что? Читал? Хорошо, а ну-ка, давай тогда. А ну, другую версию говори. Согласно вашим галлюцинатическим книгам, Сет вынул из своего... Ммм, чего же... Ну, так, 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 ага, так, надо, сейчас я тебя погоняю. Вынул из своего соска. Нет, 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 не соска. Вынул из своего она... Нет, 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 точно нет. Ага, из своего, ну, чего? Чего? Лба. Ах ты ж, правильно. А что вынул? Ммм, так, что-то связано с Лениным. Так, ага, бревно. Нет, нет, не бревно. Вынул крупный, нет, броневик. Нет, нет, нет. А-а-а, сейчас, 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 сейчас. Золотой серп. А молот? А молот оставил. Молот остался внутри Сета, потому что он рабочий. А вот крестьянина вырвал из себя, понимаешь, и отдал. Вот серп, который тот в этот момент подходит к Гацету и забирает у него серп. А молот не забирает. И тот несет домой серп этот, понял? И кладет его на голову, на свою, положил на свою голову, как украшение. И ходит серпом, понимаешь, на голове. Хм, хорошо, хорошо, хорошо. Теперь расскажи, кто отвергнул первый вариант. Первый вариант легенды про то, как Сета с помощью листьев салата засунули семя, был отвергнут доктором Гарднером. Хорошо, молодец. То есть читал. Сэр Алан Хендерсор Гарднер. Называй так его. Он отверг эту легенду про листья салата. По его мнению, тот пришел из места под названием Джихути. Ладно, молодец. Расстрогал старика. Давай зачетку. А я что-то когда нажрусь грибов, напьюсь водки, накурюсь гашиша, вообще ничего не помню, что я пишу. А ты вот молодец, молодец. Все, давай пять. Что это такое вообще? Люди мои золотые. Неужели никто не может встать и сказать, это неправильный перевод. То есть люди, на каком бы уровне развития они бы не находились, люди с какими бы палками, они не гонялись за какими-то динозаврами, мастодонтами какие-то. Они должны были оставить после себя детям практические знания, которые дети могли бы потом использовать. Время, когда мастодонт... Помните, на мастодонтов классно охотится, когда он какает. Или что-то, чтобы твои дети могли применить, приложить и вылечить чиряк. Понимаешь или нет? Или там роды принять при каком-то там не том положении. Мы находим библиотеки людей, которые были на таком уровне развития технологическом, на такой высоте вообще мирового развития, потому что им правили мудрецы, а не вся вот эта банда, понимаешь? Мудрецы, аскеты правили миром. Посмотрите, мы уже знаем про то, что вокруг тут человека лазили, блин, офигительные прикольные вещи. Там человек ел вкусно, жил себе офигительно хорошо. И вместо этого человек оставляет своим потомкам бред. Мама, расскажи сказку. Ложитесь, детки, ложитесь. Сейчас я вам скажу сказку про то-то. Жил-был тот. Он был сыном гора. Чью эякуляцию. Мама, а что такое? Заткнись спокойно. Ребята, у меня горло. Это просто пипец вообще. Что? Никто не может тут встать и сказать, что это же бред вообще. То есть, почему? Этого никто не делает. Почему никто не скажет? Все это просто вест оф факин мами. Зачем мы даже это вообще пытаемся поставить?